Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Давайте попробуем разобраться с тем, что вас волнует. Значит, первое, что вы спрашиваете, безразлично ли вы ему? Нет, вы ему не безразлично. У него есть там чувства. Только мужчина по ряду причин не может их выразить. Ну, либо он боится их выражать, либо так же, как и вы стесняется, что, в общем, вполне себе логично, с учетом того, какие у вас отношения. Либо он просто-напросто не готов, скажем так, платить за то, чтобы быть с вами в отношениях, определенную цену, которая его, ну, по той или иной степени, по той или иной причине не устраивает. Но у него есть к вам чувства, это очевидно, потому что человек, мужчина, у которого бы чувств не было к вам, вел бы себя совсем по-другому, совсем по-другому. Зачем я просил смотреть на камеру и делал видеозвонки, если понял, что это я? Ну, во-первых, хотел убедиться в том, что понял правильно. Во-вторых, он скучает по вам, я полагаю. То есть, все же, например, на что он скучает. А это был повод увидеться с вами, это был повод поговорить с вами. Вот. И, может быть, мужчина пытался что-то для себя решить. Такое, в принципе, тоже вполне может быть. Тут вообще складывается такое ощущение, что он, знаете, вот, скорее использовал вас для чего-то. Использовал вас для каких-то своих целей, для своих желаний. Вот. Такое у меня возникло ощущение, что мужчина, он, просто, знаете, вот, что-то хотел, да? Ну, чего-то хотел. Ну, просто, вот, просто чего-то хотел. А, может быть, даже не с вами. А вообще, просто, чего-то хотел мужчина. Вот. Что-то ему было нужно. И он решил вот эту вот поправность, поправность удовлетворить вот так. Дождет вас. Может быть, он чувствует вину за то, что изменял вам. Потому что вы-то к нему искренне относились, да? Вот. Вы-то к нему относились позитивно, да? Да, вы, как бы, были честны с ним. А он, получается, вас вот так вот обманул. Да? Вот. Вот. И это, возможно, не дает ему покоя. Вот. Ну, я так, по крайней мере, думаю. Вот. Я думаю, что это не дает ему покоя. Вот. Вот так. Именно поэтому он, собственно, и хотел с вами поговорить. Может быть, хотел убедить самого себя в том, что ничего страшного не произошло и что он, ну, это, как, ничего плохого не сделал, да, вам, например. Может быть, он хотел вам донести, что ничего плохого не сделал. Вот. Ну, скорее всего, тут какое-то его чувство сыграло рот. Ну, во-первых, если я правильно вас понял, то вы его заблокировали везде. Вот. И вы забываете о том, что мужчина существовал. Существо гордое. Вот. И если, например, вы его заблокировали или как-то еще ненароком дали понять, что не хотите взаимодействовать с ним, да, то мужчина, он сам, скорее всего, значит, не будет больше проявлять какую-либо инициативу. Кроме того, вы сказали, что он вас бросил. Вот. Вы сказали, что он бросил вас. И соответственно, если бы он сделал шаг навстречу вам, то это было бы, это значило бы, что он, как бы, не отвечает за свои слова, а мужчине очень важно за свои слова отвечать. Ну, то есть, чтобы все думали, что он, хозяинство было слово, да, что вот если сказал, что, значит, ну, что расстанется, да, значит, расстанется и всё. Что тут. Вот. То есть здесь вот, в принципе, пока история. Вот. И мне думается, что тут имел место быть какой-то конфликт. Конфликт. Конфликт между тем, что хотел мужчина и тем, что он, ну, например, должен был. Вот. Потому что у многих мужчин с этим наблюдается трудности и трудности, к сожалению, довольно большие. То есть вот, когда мужчина чего-то хочет, да, но не может себе позволить, потому что вот есть какие-то ограничения. женщина. Сейчас скажем так. Внутренне. Вот. Дальше идём. Вы пишете, что почему не помириться со мной? Понимаете? Вопрос примирения. Вопрос примирения. Мне кажется, вообще поставлен некорректным. Почему? Да. Почему вопрос поставлен некорректным. Потому что мне, например, мне, мне неясна до сих пор причина, по которой мужчина вас бросил. Вот. Мне неясна причина. То есть непонятно, из-за чего он вас бросил, а вы, в общем-то, не смогли, простите, но вы не смогли объяснить, значит, что произошло. То есть вы не смогли донести до меня, например, до меня, что произошло, что он вас бросил. То есть там у вас есть какая-то история со свадьбой. Вот. Но, опять же, вы её описали довольно непонятно, что это за история со свадьбой и, в общем. То есть непонятно, если речь идёт о примирении, то нужно выработать какое-то решение. То есть нельзя просто, знаете, сказать, всё, я с тобой помирился, да, я успокоился, я понял, что там, например, был не прав. Вот. Вы это возьмёте от него, чтобы он сказал вам, что он был не прав. Но это достаточно наивно, на мой взгляд, потому что, если вы хотите, чтобы он сказал вам, что был не прав, именно не прав, то, в общем, я думаю, что для этого должны быть определённые обстоятельства. Да, то есть мужчина прямо так, когда он скажет, дорогая, вот, извини, я, там, грубо говоря, ошибался. Вот. Но мужчина, он так не сказал. Он не сказал, что он ошибался. Значит, его мнение по какому-то вопросу, да, который вот, ну, по вопросу, который стал, стал, по сути, для нас таким переломом, да? Вот. Он в этом вопросе остался, видимо, при своём мнении, вот. И это, ну, это, безусловно, его право, вот, это его право, потому и не помирился он с вами, потому что для этого не было оснований, для примирения не было оснований. Если, если надеяться на то, что он вернется, вы после того, как узнали, что он вам изменял, да, что он пробовал, ну, пробовал с другой женщиной, значит, другие виды секса и так далее, вы же все равно, по-прежнему, готовы его принять? Вы все равно, по-прежнему, готовы с ним быть с места? После этого вы готовы его простить? Если так, то это одно, но если нет, если вы не готовы его прощать, то... Ведь он у вас, ведь он перед вами даже не извинился за то, что сделал. Да, вы ему не сказали, но я полагаю, что он все прекрасно знает. Вот. То есть человек перед вами даже не извинился за то, что это сделал. Вот. И вы знаете теперь, что он стал, стал там, значит, с другими женщинами. Вот. Вы готовы будете его принять? Это первое, да? Это первый момент. А, значит, второй момент. Второй момент. Есть ли надежда, что он вернется? Зачем вам, чтобы он вернулся? Для чего вам его возвращение? Что вы хотите? В чем вынуждает? Вот. Я рекомендую вам подумать на эту тему. Потому что то, что вы описываете, да, то, что вы описываете, то, что вы говорите, очень похоже на любовную зависимость или чрезмерную привязанность, может быть, к мужчине. То есть для себя, для самой определите, зачем вам возвращение мужчины. Ведь если вы его любите, как вы говорите, если вы его любите, если он вам дорог, если он вам важен, если он вам ценен, если вы действительно им дорожите, да, вот, то, в таком случае, если вы им дорожите, вы хотите, чтобы ему было хорошо? Ну, о мужчине я имею ввиду. Если вы хотите, чтобы ему было хорошо, то ему хорошо. На данный момент ему хорошо. Потому что он вам не звонит, он вас не нуждается. Вот. То есть, да, это, конечно, неприятно для вас, я понимаю. Но если вы его любите, то вам этого должно быть достаточно. А если недостаточно, значит здесь что-то уже личное, скажем так. То есть, например, неуверенность в себе, которая проявляется в том числе и стеснительности вашей. Может быть страх одиночества, вот, быть брошенной, страх быть брошенной и так далее. Вариантов здесь, на самом деле, прилично. Ведь мы же говорим о человеке, мы говорим о живом человеке, мы говорим о человеке со своими потребностями, со своими желаниями. Вот. Мы говорим именно о нем. И если мужчина не с вами, значит он не хочет с вами быть. Это его выбор. И его выбор нужно уважать. Вот. Я думаю так. Поэтому надеюсь, надежда ваша на то, что он вернется, нуждается в рассмотрении. Отдельно. Дальше. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу Гуляра. Почему он гулял? Ну, в принципе, вот исходя из того, что вы написали, да, я могу предположить, только предположить я могу, что он гулял по причине того, что вы были стеснительны слишком. Он знал, что вы стеснительны. Вот. И, ну, вероятно, не хотел вас, может быть, развращать, не хотел, может быть, вас как-то принуждать к чему-то, к чему вы, может быть, по его мнению, были не готовы. Да. Вот. То есть тут, в принципе, вариантов масса может быть, масса вариантов, может быть, на самом деле. Вот. Важно понимать, что он не был удовлетворен с вами. Вот. Он вам не говорил, но он был не удовлетворен. Ну, может быть, не чувствовал себя мужчиной. Вот. А обучать вас, например, да, как себя вести в постели, например, мужчина не хотел. Вот. Ну, что, в общем, также его выбор. Это его право. Не хотел обучать свою женщину быть женщиной. Не хотел ее учить. Вот. Да, это не совсем зрелый поступок с его стороны. Ну, потому что можно было бы сказать о том, что дорогая, извини, меня не устраивает там вот что-то, то-то, то-то, например. Вот. То-то, то-то, там. Ну, делаем, 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 например, делаем не в тебе совсем, да. Дело там больше во мне, допустим. Вот. Но он этого не сделал. Вероятно, тоже не уверен в себе. Ну, потому что, если обучать, да, кого-то вот что-то делать, да, например, там, просить вас заниматься другими видами секса, например, и так далее. Вот. Вот. Если так делать, допустим, то для этого нужно обладать определенной уверенностью в себе. А мужчина, судя по всему, такой уверенностью не обладал. И именно по этой причине, я думаю, именно по этой причине, я думаю, он и гулял. То есть, для него это был единственный выход. То есть, своими, своими, своими желаниями он поступиться был не готов, вот. Своими желаниями он не готов был пожертвовать ради вас. Ну, и заявить открыто. О них он, в принципе, тоже не мог. Не мог или не хотел, это не так важно здесь на самом деле. Вот. Отсюда его и, соответственно, стремление к походам налево. Я узнал, что он занимается другими видами секса, занимался другими видами секса где-то с кем-то в клубе, в туалете, еще там кое-где, но ни разу за полтора года отношения не просил меня позаниматься с ним другими видами секса. Ну, конечно, конечно, очень интересно было бы узнать, от кого вы это все узнали, вот. Потому что подобные информаторы, знаете, они, они далеко не всегда могут говорить правду. Вот. И то, что вы узнали, это еще совсем не означает, что мужчина действительно занимался тем, чем, ну, тем, что ему инкриминировать, скажем так. Вот. Что касается того, что он вас не просил, значит, заниматься другими видами секса, то это лишь только потому, что он был, скорее всего, уверен на сто процентов. Чтоб он был уверен, что вы ему откажет в его предложении, или будете чувствовать себя не очень, не очень хорошо, или он себя будет чувствовать не очень хорошо. То есть, в его вот, в его вот, в его вот, в его поведении, в его поведении, да, есть, ну вот, такая, знаете, жертвенная позиция. Так это именно борис за жертву. Вот. Возможно, он вообще хотел быть с вами только потому, что, по его мнению, по его мнению, да, вы делали его лучше. Вот. Или что вы слишком чистая и светлая для такого вид, такого, ну, для таких видов секса, например. Вот. Это тоже довольно частое явление в отношениях, когда один партнер берет на себя ответственность за обоих. Вот. Ну, что особо логично, если с учетом того, что вы, вы занимали, судя по всему, позицию ведомой в отношениях с ним. Дальше идем. Идем. Так. Почему не простил? Так. Может быть, понимал, что я не очень хороша в сексе. Ну, вот, знаете, здесь, вот, в том, что вы говорите, что, может быть, может быть, он понимал, что вы не очень хороши в сексе. Вот, мне кажется, мне кажется, что здесь вы говорите скорее про свои какие-то страхи. Мне кажется, что это про вас больше. То есть, это больше именно про вот то, как вы себя воспринимаете. Это больше про ваши сомнения в себе. Это больше про то, чего вы боитесь. Это больше про то, чего вы опасаетесь. Так. Вот, я думаю, можно раскрыть то, что вы написали. Что значит, что значит не очень хороша. То есть, вы хороши ровно настолько, насколько у вас есть опыт, навык, желание, вот, и так далее. Если опыт, и навык, и желание есть, допустим, то вы находитесь, ну, по факту, да, по факту, вы находитесь на своем уровне. Так это вот, это именно ваш уровне, скажем так, в постели. И мужчина либо принимает его, либо нет. Но, его никто не заставляет это делать, в любом случае. Есть ваша неуверенность в себе. Просто он знал, что я неопытный. Он знал и согласился с вами быть. Несмотря на то, что вы неопытный. И он всегда сам очень сильно старался во время секса, я тоже пытался ему угадить. Ну, знаете, старался, сильно старался, а секс это очень плохо. То есть, стараться, вообще говоря, не надо. Потому что он старался ради вас и для вас. И, в общем, сыграла, по сути, злую шутку. Потому что он старался для вас, он старался ради вас и по итогу он от вас ушел. Потому что нельзя, нельзя так, нельзя в сексе думать о другом. Если думаешь о себе, о сексе, то невольно и другой партнер также удовольствие получает. Вот. А у вас, видите, такая история получилась, что мужчина старался, ну, для вас. Ему это было в тягость. То есть, поначалу это было нормально, поначалу. Вот. А потом ему это уже было в тяге. А в детстве, в детстве, в детстве уже было некуда. То есть, он уже взял на себя эту ответственность и, видимо, ну, видимо, видимо тяготился Ею. Видимо тяготился Ею, я так, я так полагаю. Видимо, он уже под конец тяготился этой ответственностью. Вот. То есть ему было уже тяжело, ему было тяжело поддерживать вот такой вот темп. И вы тоже старались угодить ему, не думали о себе, и в итоге всё это превращалось в пытку и в какую-то обязаловку. Вот, значит, так, ему нравилось только нам лицом к лицу, а там как бы не очень много пост, я думал, что ему хорошо, со мной в этом плане просто никогда не просил, и сама я стеснялась это предложить. А вот стеснялась, да, вот вы говорите, что стеснялась. Вот почему стеснялась? Вот откуда это у вас, ну, взялось стеснение? По какой причине оно возникло, стеснение? Что вы себе зажимаете, как бы, через стеснение? Вот. Мне кажется, что с этим нужно в первую очередь разобраться, вам. Вот. Ну, а в целом, в целом, мне кажется, что вы слишком много концентрируетесь на отношениях. Вот. То есть, слишком много продаёте им значения. Вот. И слишком много каждый из вас пытается свои проблемы решить за счёт другого. Вот. Хотя бы взять, вот, для примера я возьму эту историю с причиной расставания. Да? Итак, посмотрите, что вы пишете. Значит, расстались около месяца назад, потому что не видел свадьбы дальше и решил всё прекратить. Как это понять? Не видел свадьбы дальше. То есть, он хотел свадьбу, но пожениться не было возможности. или, или он не хотел свадьбу, и поэтому решил расстаться, чтобы не делать вам больнее. То есть, по сути, по сути, самое главное, что заставляет вообще, значит, значит, составляет костяк проблемы, с чего, собственно, всё началось-то. Вы не написали. Вот. Поэтому, я думаю, что, если вы хотите действительно понять по поведению парня, если честно, что он вернётся, то, я думаю, начинать нужно обсуждение этой проблемы. Ну, а вообще, меня лично очень тревожит, что вы ориентируетесь на чувствах парня и на поведение парня. Хотя у вас и самой есть проблемы со стеснительностью, проблемы с сексуальным поведением, проблемы, наверное, и с женской моделью поведения тоже есть, да, с уверенностью в себе и, возможно, есть ещё какие-то проблемы. Например, самооценка, что проявляется в том, что вы сразу заподозрили, что не очень хороши в постели. Ну, например. Например. Вот. То есть, это всё вот нужно анализировать. Это всё нужно анализировать, чтобы всё подкорректировать. И когда подкорректировать, вы смогли бы соустраивать уже качественно иные, более взрослые, более здоровые отношения, без таких вот историй. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!